В Министерстве здравоохранения России предлагают увеличить акциз на сигареты и никотиносодержащие изделия. Главный терапевт ведомства Оксана Драбкина пояснила, что мировой опыт показывает высокую эффективность налоговых мер в борьбе с курением. Рязанские врачи поддерживают решение увеличить акциз на сигареты. Некоторые лица, которые к нам обращаются за помощью в лечении от табака курения, основной причиной называют высокой стоимость сигареты. Поэтому какой-то контингент примет решение бросить курить. Население неоднозначно реагирует на возможное увеличение акциз на сигареты. Одни выступают за подобные меры, другие, напротив, считают, что это не принесет нужного результата. Я считаю, что да, да, это правильно. Меньше будут уже покупать, соответственно, также до 18 лет дети. А с 20 они уже работают, опять же, могут себе позволить купить. Смысла нет, потому что зарплата у всех маленькая. Как курили, все равно все будут курить. А последние деньги у людей тоже как бы забирать. Минздрав также хочет внедрить стандартную упаковку для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями. Кроме того, принять закон о продаже табака с 21 года. Разумное решение повысить возраст для запрета продажи сигарет, так как личность еще полностью не сформировалась. О негативных последствиях они всегда в таком возрасте еще думают. И достаточно высокий риск в таком возрасте формирования зависимости. Эксперты считают, что поднятие возрастного ценза на продажу сигарет станет возможным после того, как в стране поднимут возрастной ценз на продажу алкоголя. Рязанцы относятся к таким мерам так. И сигареты, и алкоголь с 21 года. Я считаю, будет правильно. Ну, организм растущий еще. Чего ослаблять табаком, алкоголь? Молодежь сейчас не думает о своем здоровье. Может, хоть государство подумает. Момент сам по себе положительный, но все равно тут, мне кажется, основопределяющим само законодательство по поводу продажи. Несмотря на большие штрафы, везде продают и несовершеннолетним. И напротив школ в палатках. И то же самое, можно сказать, что запрещена розничная продажа поштучно. Ходят те, у кого не хватает денег, покупают по две, по три штуки. В Минздраве обсуждают не только поднятие возрастного ценза на сигареты, но и на алкоголь. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 72% россиян поддерживают эти меры. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».